Ну шо? Ну шо это такое? Всем привет инфотеористы, как вы знаете, главный боец с режимами, поэтому мне всегда нравились ФБК. Коррупция, расследования, измены, предательства, заказные убийства, все это про ФБК. Ты пойми насколько это токсичная тема. При этом они говорят, что в России режим и плохая система, которая держится на одном лишь человеке, и она вся посыпется, как только этот человек уйдет. Поэтому Россию нужно менять и превращать ее в прекрасную Россию будущего. Не будет Путина, вся эта система рассыпается, как карточный домик, и абсолютно вообще плевать на Патрушу о Пригожином. Вкратце про ту систему, которую смогли построить сами ФБК, особенно после ухода их лидеров. Один из лидеров новых берет деньги у российских олигархов, кидает своих коллег на деньги. Коллеги этого лидера берут деньги у других российских олигархов и потом пытаются их отдать, а российские олигархи, конечно же, заказывают одного из лидеров. Сторонники и вчерашние друзья Навального уже успели потоптаться на его могиле. Мария Певчих рассказала, что вообще ФБК она создала. Ну слушай, вообще ФБК появился уже при мне. Сначала был Навальный со своим блогом. С ЖЖ. Нет, это все до распильничьего времена. Был просто Навальный и просто ЖЖ. И Навальный к этому не имеет никакого отношения. А Майкл Наки сообщил, что Навальный-то и никогда расследователем не был. Все расследования сделали без Навального. Албуров и Мария Певчих это те, кто сделал абсолютно все большие расследования ФБК, которые вы знаете. Понимаете? Все. Дворец Путина, Дворец Медведева. Алексей Навальный никогда не был расследователем. Соловей там начал ставить рекламу с кликбейтом о смерти Навального. А Гуриев, который был спонсором официальным ФБК, обвинил покойного в расизме. Да, я хотел бы еще одну вещь сказать про национализм Навального. Высказывания Навального в нулевые годы это настоящие расистские высказывания. Их современному политику произносить нельзя. Да на фоне этих ребят, мне кажется, даже Дмитрий Медведев выглядит куда более тактичнее по отношению к Алексею. Как у нас принято говорить о ушедших или хорошее или ничего. Ничего хорошего про него я сказать не могу. Ребята пытаются заработать бабки просто на всем. Алексей сообщал, что в тюрьме ему не дают даже ручку с листочком. А выяснено, что оказывается он успел написать целую книгу. И Певчих пытается выжать из нее хоть какие-то соки и скорее всего напишет вторую часть, если первая разойдется. Евросоюз должен нацеливаться на деньги российских олигархов, не только старых олигархов, но и новых. Они должны стать настоящими объектами санкций. Вот Алексей в Европарламенте у всей Европы просил вводить санкции на российских олигархов. И поскольку система работает как часики, которую выстроил Алексей, то преемственность решения она осталась. Или нет? Или как только Алексей сел, Волков сразу побежал писать письма в ЕС и с просьбами снять санкции с Альфа Групп и с миллиардера Фридмана и других российских олигархов. То есть это кто-то из Альфа Групп соединил все эти подписи или что? Я не знаю, как оно возникло и не буду комментировать. Их там в этой команде Навального всего лишь пять человек, а они уже друг друга успели все украсть, друг друга заказать и друг друга кинуть. Мне интересно просто, что было бы со страной, в которой еще есть ядерное оружие, если бы ей управляли вот эти вот люди? Мне интересно, что бы было бы со страной, тем более ядерной, если бы этой страной управляли эти пять человек. Короче, буквально после смерти Навального сразу избивают Волкова, неожиданно вдруг почему-то. Из меня хотели сделать отбивную, натурально, молотком для отбивных, человек прямо у дома, во дворе. Наполон на меня раз пятнадцать ударил по ноге, нога при этом почему-то осталась цела. Измельчали Рамон и Маркадеры, затупились следорубы, но зато сразу есть обвиняемый, конечно же, во всем виноват Путин. Я пока никаких комментариев давать не готов, кроме того очевидного, ну что это был такой очевидный, типичный, характерный бандитский привет из Путина, из бандитского Петербурга. А через полгода вдруг почему-то выясняется, что это был не Путин, и снимают целое расследование, и Певчих говорит, что это был друг олигарха Ходорковского, Невзлин. И весь ФБК говорит, что Невзлин хотел убить Волкова и переправить его в качестве подарка ФСБ в Россию. Нам присылают переписки. Как утверждается, с Леонидом Невзлиным. Невзлин озабоченно спрашивает, но если Волкова и забьют до состояния инвалидного кресла, не помешает ли это отправить его потом в Россию? Подрядчик говорит, что если Волков навсегда останется инвалидным колясочником, то с насильной депортацией его в Россию не получится. Но постоянное инвалидное кресло это же тоже хорошо. Но если верить Волкову, получается, что Ходорковский и Невзлин работают на Путина? Бандитский привет из Путина. Но вообще это давняя их традиция обвинять друг друга в работе на ФСБ, потому что сейчас Навальнято обвиняют Ходорковского в работе на ФСБ. А раньше Ходорковский обвинял Навального в работе на ФСБ. А еще раньше Илья Пономарев, Венедиктов и все остальные тоже обвиняли команду Навального в работе на ФСБ. Нет. Мне кажется, это вообще бред. Но на самом деле все прозаичнее. Оказывается, что после 24 февраля, когда отключили монетизацию, когда у Навальный Лайф были финансовые трудности, Волков отказался платить сотрудникам зарплаты. Это рассказала любовь Соболи. Поэтому Соболь попросила деньги на канал Навальный Лайф у Невзлина, друга Ходорковского. Леонид Волков, по ее словам, которые она сегодня написала, отказался давать на второй по значимости канал в сетке Навального деньги. И тут подвернулся благодетель. Леонид Невзлин дал Соболь 56 тысяч долларов, которые были потрачены на существование канала. И поскольку эти ребята сейчас не хотят ему отдавать бабки, они решили поднять историю с избиением Волкова, которая была полгода назад, и о которой все забыли. И решили просто обвинить чувака, которому должны денег. Мол, еще Волков писал, что якобы за это заплатил Невзлин 250 тысяч долларов. Хотя, Любовь Соболь должна Невзлину всего лишь 56 тысяч баксов. Главное тут в том, как именно Невзлин дал деньги Соболь. Он дал их в долг с возвратом до 31 декабря 2025 года. Это совершенно мафиозная схема. Да, капец какая мафиозная схема. Дать 50 тысяч долларов кому-то в долг и попросить хотя бы вернуть через пару лет. Какой негодяй Невзлин, нужно его срочно посадить. Кстати, хочу задать вопрос, над которым вы подумаете, почему следствие не рассматривает такую версию, что Невзлин заказал Волкова, чтобы поставить на его место Соболь, которая ему должна денег. Ведь таким образом можно устранить одного из лидеров и контролировать организацию ФБК через свою подконтрольную Соболь. Ёбан, что это вообще такое? Они должны по идее бороться с Путиным, они просто не то, что друг друга до этого был условный срач, и они друг на друга ушатых дерьма выливали. А сейчас они друг друга заказывают. Но кроме сюжетной линии с убийствами и с одалживанием денег у всех подряд, есть еще линия другая с борьбой за кресло главного блогера, главного фронтмена, а точнее фронтвумен. И самое успешное, пока что Мария Певчих, я не удивлюсь, если это она из Волкова, заказала сделать отбивную. Хотя по отбивным у нас, конечно, спец Тихановская. Любой человек, которым поперек горла стоит Мария Певчих и Леонид Волков, могут их убить. Это в целом достаточно исполнимая история. Соболь тоже передвинули на задний план, и она буквально первая проиграла конкуренцию Певчих, а потом уже все остальные. Певчих не было, не было видно. Теперь это главное лицо всего ФБК. Кто принял это решение, что, значит, следующее будет Маша. Коллективно приняли. Появление Певчих вообще суперинтересно. Никогда ее не было видно, и тут сразу после отравления Навального она выскакивает напередок. А потом еще раз выскакивает в телеграмме. Ровно через 12 дней после смерти Алексея она создает свой телеграм-канал. Короче, она училась сначала у Дугина, а сейчас, по всей видимости, учится у Ми-6. И благодаря отравлению начальника стала просто топ-1 в Навальный лайф, и еще и Оскар получила. Вообще, мне кажется, никто из команды ФБК ни разу не скрывал своей радости, что вы посадили Алексея Навального. Потому что пока он сидел, я видел от ребят вот только такие подобные фото. Особенно не скрывала своей радости Юлия Навальная, которая и суда уходила раньше оглашения, и с митинга через 15 минут после начала, и на похороны не приехала. Куда вечно торопилась безработная тетка. И все помнят, как она улыбалась после смерти мужа просто на весь мир. Посмотрите на улыбающееся, счастливое лицо вдовы Навального. Такое ощущение, что она ждала этого события все эти годы, чтобы развернуть свою политическую жизнь. И ровно через пару месяцев после смерти Алексея, даже без какого-то времени на траур, они начинают Юлю пихать как главного блогера на канале Алексея. Привет, это Юлия Навальная. Привет, это Юлия Навальная. Два с половиной года назад Путин развязал войну против соседнего государства, Украины. Придумал нелепое название, СВО. Он думал, что так россияне охотнее поверят, будто это что-то не страшное. Но это настолько плохо, что уже она месяц ничего не выпускает. Мне кажется, даже у меня во время запоев ролики чаще выходили. А вообще говорят, что это именно она направила Алексея лететь в Москву. Мол, сказала, лети, тебе ничего не будут, за тобой люди, за тобой народ. Правда, я так сто раз сделала, ничего не бойся. Она его привезла в Москву, на сто процентов зная, что он больше никогда, скорее всего, не увидит. Про остальных ведущих я вообще молчу. Например, Александр Макошенец какой-то, Макошенец, который раньше в Питере работал тамадой и на свадьбах. Теперь переодевается в Диану Панченко и снимает на нее обзоры. Странные у них там нравы. Расследования у него удивительные. Типа вот с названиями Путин развлекает Лукашенко и Такаева в стрепушнике. Уверен, что про Диану они тоже очень объективно высказались. А вообще команде Навального спустили мочить Диану сразу после того, как она зарубилась с Зеленским и создала англоязычный свой Икс. И после того, как она выдвинула интересную версию про ФБК. ФБК даже звучит как ФСБ. А Александр Макошенец, который делает вид, что он в доску свой оппозиционер, ранее в Питере работал на канале Санкт-Петербург. Где чисто по ходу за гасушные деньги хвалил российских губернаторов. Такие вот нынче оппозиционеры. Ну а за то, что он участвовал в составлении санкционных списков на собственных граждан, я думаю, с ним еще кто-то отдельно поговорит. Господа репералы, вы окружены этого первого. И вот это вот только видимая часть айсберга команды Навального и вообще того, что у них там происходит. И знаете, есть фраза «хуже быть не может», но по моему опыту, по тому месту, где я родился на Украине, там другая фраза работает. Каждый последующий хуже предыдущего, поэтому в ФБК скорее напоминают Украину. Оппозиция проиграла тотально. На этот раз выиграл Путин. Короче, надо было Алексею в свое время делать расследование на своих кентов, походу, потому что критиковать проще всего. И когда какой-нибудь чиновник в Омске берет взятку, легче всего кричать, что Путин виноват и вся его система. А вот когда взятку в 20 миллионов долларов на революцию в России просит ближайший сподвижник Навального, похожий на исполнительного директора ФБК Владимира Ашуркова. То легко сказать, что Навальный здесь ни при чем, ведь это все окружение и система, которая заставляет действовать так Ашуркова. А эту систему, естественно, выстроил Путин. А вот взять и построить действительно работающую систему на десятилетия, это сложно. У Навального не получилось даже на маленькой структуре. Поэтому ФБК и умирает. А телеграм-канал КтоШо? Нет. Поэтому обязательно подписывайтесь, пишите комментарии к этому видосу, ставьте лайки, подписывайтесь на YouTube канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok